Значит, чтение приближается к концу. Я говорю очень коротко к следующему. Мы здесь с вами собираемся не только для того, чтобы обсуждать, кто чего знает. У меня такое всегда выражение. А я знаю. Не это. Для чего мы это, так сказать, знаем? Что мы можем предложить конкретное для жизни, для науки, для политики, для военных, для экологов? Что конкретно? Вот невольно это вот такой ниточкой, так сказать, по всем нашим жительским чтениям проходит. Вот сейчас Александр Васильевич рассказал. Это вот примерно вот такое вот всё время, только подспугу. В настоящее время, как вы уже поняли из моего короткого сообщения до этого, даже наша аудитория и вот этот вот доклад, который я в прошлый раз читал, приобретает, так сказать, смысл, оттенок, оттенок, наверное, да, какой-то идеи, которая может влиять на, например, на план размещения оружия в космосе, на большую политику, на геополитику, на мировое господство. И это готовится. И американцами готовятся свои страны. Ну и наши как бы вроде не дремлют. Но мы вот сюда вот уже вкладываем свои интеллектуальные силы. Ну я говорю про пока только там типа НЛО, вот такие вот вещи. Это серьёзно? И в связи с этим, в связи с этим, я хочу вам сейчас показать видео, которое, говорят, а с чего всё это начиналось? Начиналось это вот, ну, на Западе, в известном смысле начиналось, официально уже совсем, ну, не первым он был, ну, одним из первых, Джозеф Ален Хайвик, который возглавил и 20 лет возглавлял проект «Голубая» или там «Синяя книга». До чего сейчас появился, с 19-го года, в начало этого года, выходит фильм, называется «Проект «Синяя книга», Project Blue Books», «Который снят по заказу специальных органов Соединённых Штатов, вообще-то, говорят, для американской элиты. Первый сезон, который уже закончился, включал в себя 10 серий. Я их все смотрел. Хороший артист, хороший сценарий, хорошие декорации, хороший перенад дух, там, 50-х, 60-х годов, моды такие же, манеры людей. Артист, главную роль Хайника играет, вот, который играл мистера Зорга в «Пятом алименте», не помню, как его фамилия. Вот. В списке, значит, как бы, ну, авторов фильма, там, вроде как, эксперты должны быть указаны, ну, я какие-то там буквочки-то эти фамилии-то выписал, мне пояснили, это не ищет, всё выдумано. У истоков этого фильма стоит СРВНБ. Для чего этот фильм? В нём прекрасно показано, как именно Америка была первой в изучении НЛО. Да, шероховатостями, да, конечно, вот, военные, там, непонятно, то ли положительную роль играли, то ли отрицательную. Ещё над военными и над этим проектом ещё какие-то силы тайные есть. Причём, вот, первая серия, вообще один в один, вот, действительно, как эта вот, ну, азбука муфологии, вот, мы все знаем, там, Мантелл, там, лётчик, там, ну, и так далее. Просто один в один всё показывали. Потом начинаешь сомневаться, а что ж тут, как-то, опять русские шпионы, причём с неправильной немножко половой ориентацией сексуальной. Вот здесь вот, значит, почему-то опять тоже шпионы. Это они взорвали автомобиль министра обороны Форестова. Известно, что он выбросился из окна Капитолии или, там, Пентагона, когда, значит, тарелки над Вашингтоном залетали. Вот. Ну, в целом, такой хороший, такой добротный фильм. Он подготовит почву для распространения об общественном мнении однозначного, так сказать, ну, взгляда на то, что американцы были первыми по изучению НЛО, по установлению контактов с ними, там, с какими-то этими ребятами. Вот. Поэтому они имеют моральное и, наверное, законное право только этим и заниматься. В смысле, чтобы они только этим и занимались. А все остальные не нужны. А для чего это? А чтобы устроить монополию в космосе. Вот они же в космос хотят покорить, чтобы, значит, выдавать всем остальным частоты для связи в космосе, навигации в космосе. Сначала бесплатно, потом за денежки. Определять, а кому можно пускать, кому нельзя, чего пускать, на какую высоту, на какую орбиту, а летать на Луну или не летать. И чтобы они командовали в космосе. Вот мы присутствуем при вот этом медленной, но очень правильной такой, я бы сказал, кандовой такой обработке общественного умения. И это серьезно. Это действительно серьезно. Потому что, если так представить себе, что разумные силы космоса смотрят на все это безобразие со стороны, на ту планету, с той цивилизацией, с тем населением, которую, в общем-то, они, наверное, и создали, и не могут нас там уничтожить. Как они могут относиться к этому? Когда мы со своей патологической способностью убивать, начинаем покорять космическое пространство. Да нас дальше Луну-то не выпустят. И правильно сделать. Но ведь это не выпустят, если на ракетах летают. А если на том, о чем говорил Александр Васильевич, вот это действительно будет освоение космоса. Псик! И ты на Марсе, и строишь там публичный дом. Вот, прости, Господи. Псик! И ты на Луне, и там открываешь первую биржу по продаже гелия-3, к примеру. Вот с такими манерами, замашками, с переносом нашей гадости внутренней, мы все, так сказать, небезгрешные, что называется, космическое пространство, нас не пустят, нас скорее закроют, чем пустят туда. Вот давайте посмотрим фильм, ну, ролик короткий, с выступлением Хайника, вот, 79-го года. И маленький вот такой анонс этого Blue Book, который я просто вырезал из фильма, это, ну, заставка такая. И приблизимся уже к концу. Доктор Ален Хайник занимался изучением НЛО для ВВС США в течение 22 лет. Одним из самых известных расследований был проект «Синяя книга». В этом интервью 79-го года доктор Хайник раскрыл, почему мы ВВС изменили свою позицию. Они были жестко направляемы со стороны ЦРУ, потому что ЦРУ были не столько озабочены по поводу НЛО, сколько по поводу сообщений об НЛО. Они боялись, что если другая нация захочет совершить второй Перл-Харбор, и что если ее агенты породят кучу ложных историй в летающих тарелках, это может застопорить военные каналы связи, как это было уже в 1952 году. Потому они основали комиссию Робертсона, очень престижную комиссию, в которой я тогда был членом корреспондента. Но там я был только одним из малых рангов, они там имели лауреатов Нобелевской премии и так далее. Короче, любой ценой надо было, как они говорили, что потом стало негласным законом для ВВС, не раскачивать лодку, то есть применять значимость, остужать пыл, не позволить публике слишком волноваться. Что вы ответите людям, которые уверены, что существуют инопланетные корабли, и которые говорят, что вы и военно-вздушные силы сговорились? Ну, прежде всего, эти разговоры и сговоры полностью безосновательны. Я знаю, так как я был в проекте «Синяя книга» почти 20 лет, что если интересный случай и появлялся, то наименьшее, чего они хотели, так это обсообщать об этом средствам массовой информации. Если те сами находили что-нибудь, то ВВС делали все, что могли, чтобы это принизить, называя это метеошарами, Венерой, шары, метеоры, спутники, отблизки от бортов самолетов и птицы. Критикующие постоянно утверждают, что ВВС США скрывает информацию от общественности по поводу вопроса НЛО. Это абсолютная неправда. И не существует ничего такого, что указывало бы на то, что мы посещаемые какой-либо развитой цивилизацией. Значит, скрывать нечего? Значит, скрывать нечего вообще. Добрый вечер. Сообщения об НЛО стали уже не новостью. Когда он достиг верхушки дерева, то остановился. Это выглядело как круглый диск. Жители окрестностей его видели, полиция видела, сержант Ньюэл Шнайдерс из офиса шерифа достаточно хорошо его запомнил, чтобы нарисовать. Чем это было, как вы думаете? Но если это называют летающий объект, то это он и был. В ВВС поставили своего главного научного консультата по НЛО профессора Алина Хайника проверить наблюдение Мичигана. Немного болотных огней появляется здесь, они уходят, другие появляются прямо здесь, затем те уходят, и с расстояния получается иллюзия, будто объект двигался взад и вперед. Десять лет назад, в 69 году, они закрыли проект «Синяя книга». И какое-то время думал, что может быть на этом все и кончится. Но с того момента мы получили еще около 25 тысяч сообщений об НЛО. феномен не сильно изменился. Он не изменился материально с 47-го года. И я вполне уверен, что ни мы, ни русские не имели ничего подобного, что демонстрировали НЛО в 47-м году. Я не думаю, что мы имеем сейчас. Потому что я оставил всю эту идею, что это, возможно, могло бы быть сделано где-то на Земле. И я не знаю, где-то на Земле. Проект «Синяя книга». В основе сериала лежат исследования НЛО, проведенные доктором Аленом Хайнеком для ВВС США. По мотивам реальных событий. Спасибо. Уважаемые коллеги, нас просили освободить зал пораньше. Огромное спасибо вам всем, администрации, докладчикам, вам, дорогие зрители, участники. Спасибо. Новых 20-х числах в ноябре. Это праздники. Жены вновь 10-х. Кончать с близких в доме. Дмитрий Логиневский год назад по миы июням, проект «М products» Я говорю, где он с профессором приходит на помощь, которая юридирована, может быть, теорию высказывать. И есть, куда эта система очень интересная. Рассказывает, что она не будет. А они просто разрабатывают в вашей школе. Восстанавливает календарю и в Киеве. Восстанавливает календарю. Продолжение следует...